Всем привет! Добро пожаловать на канал любителей гриля барбекю запахло жареным. В прошлом выпуске мы с вами готовили замечательный бургер из мраморной говядины, а сегодня я хочу приготовить классику жанра. Это, конечно, свинина, свиная шея. Я думаю, большинство из вас, выезжая на шашлыки, готовит именно этот продукт. Готовить мы сегодня будем в двух вариациях. Первая это у нас будет классические специи. Мы добавим соль, перец, кориандр, много-много лука. А следующая альтернативная версия это будет свинина в таком азиатском стиле с ананасом. Это будет очень вкусно и то, и то. Поэтому давайте уже начнем. Меня ждет большая работа. Это нарезка килограмма лука. Лук нарезали. Убираем его пока в сторону. Сейчас займемся ананасом. По возможности выбирайте спелые ананасы. У меня сегодня какой есть. Но я думаю, будет тоже очень вкусно. Все, теперь ускорение. Нарезаем ананас. Так, жесткую часть мы с вами оставляем. Здесь делаем... Давайте сделаем кубик. Кубик и не крупный, и не мелкий. В Америке очень часто для размягчения мяса используют либо папайя, либо ананас. У нас в России принято использовать киви. Но не стоит этим увлекаться. Во-первых, мясо из такой интересной структуры, текстуры превращается в какие-то волокна, которые тебя тают во рту, и такое чувство, что ты жуешь что-то уже такое разложившееся, что вообще невкусно и неправильно. Ну и, конечно, если вы покупаете мясо, которое вы хотите использовать для стейка, то лучше добавить только соль и перец и все. Мы в данном случае добавляем ананас не для размягчения мяса, а просто для придания такого особого стиля, особого вкуса, делая свинину в таком, в немного азиатском варианте. Если бы мы с вами хотели размягчить мясо, тогда бы мы использовали и мякоть ананаса, и сок ананаса, и использовали бы это примерно где-то час, чтобы жесткое мясо стало мягче. Ну, опять же, не стоит этим увлекаться. Цените и любите мясо именно ту часть, для которой она была сделана для жарки, для варки или для тушения. Итак, свиная шея. Давайте мы сейчас боковые кусочки, которые у нас не совсем имеют такую ровную форму, оставим в сторону. Видите? Вот чуть другого размера. Мы их как раз пустим на кубики. Нарежем на кубики для свинины в азиатском стиле. Ну и давайте еще, наверное, вот такой кусок. Вот. Вот это у нас будет азиатский стиль. А вот это у нас будут классические стейки из свинины. Нарезаем их примерно в случае с мраморной говядиной, со стейками из говядины. Это у нас идет два пальца, примерно 2,54 сантиметра. Давайте в случае свинины делать так же. Прикладываем два пальца, делаем небольшую отметинку в том месте, где нужно начать резать, и делаем это. Помните, как я всегда говорю, мясо не пилим, мясо режем. Желательно, чем меньше движений, тем лучше. Ну вот у нас получился отличный такой стейк. Два пальца, отметинка. Все очень просто. Отлично. Раз, два, три, четыре. У нас получается четыре стейка. Ну а вот эти куски свиные шеи мы сейчас с вами нарежем на такие кубики. Итак, начинаем добавлять специи. Соль идет и туда, и туда. Абсолютно точно. Добавляем соль. Ну вот такого количества будет достаточно. Добавляем соль сюда. Добавляем перец. Добавляем немного кориандра. О, обожаю кориандр. Добавляем его на те стейки, которые у нас идут, полноценные стейки. Не в азиатском стиле, а в классическом. Также мы добавляем сухой чеснок. Я использую сухой чеснок, потому что, если мы будем использовать свежий, он достаточно быстро у нас сгорит. Вот. Такое чеснок как раз помогает правильно мясу промариноваться. Добавляем небольшое количество масла. Растираем все. Переворачиваем. Сейчас все то же самое делаем с другой стороны. Отлично. Вот теперь луковый сок у нас вступает в реакцию с мясом. У нас начинается процесс маринования. И вот так оставляем. Можно затянуть пищевой пленкой, чтобы всякие мухи-осы не летали. И не убираем в холодильник. У нас здесь нет холодильника на улице. Поэтому держим не более часа. Так, это мясо перекладываем к ананасам. Мы добавили сюда только соль и перец. Пока более ничего добавлять не будем. Чуть не забыл. Надо добавить немножко имбиря. Ведь азиатская кухня для меня с имбирем именно и ассоциируется. Чайную ложку. А пока наше мясо маринуется, я предлагаю разжечь стартер. Пусть он хорошо у нас прогреется, прокалится. Почистим пока решетку. И как раз, я думаю, настанет время. Наступит время, когда можно будет уже и жарить. Итак, мы с вами расположили брикеты строго по центру. Для чего нам это нужно? Ну, во-первых, мы с вами сейчас будем обжаривать стейки. Я хочу сделать максимальный жар. Он будет сконцентрирован именно в центре. Поэтому мы обжариваем стейки здесь. Потом перекладываем их по бокам. Тем самым будем доводить непрямым жаром. И потом мы ставим в центр вок, в котором будем обжаривать свинину как раз в таком азиатском стиле. Поэтому такая компоновка в данном случае уместна. Мы сможем приготовить два блюда максимально правильно. Закрываем крышку гриля и прокаливаем решетку, чтобы потом ее почистить. Обжариваем стейки в зоне прямого жара примерно минуту-полторы с каждой стороны. А потом уберем их по бокам, как раз чтобы они доходили, чтобы тепло равномерно распределялось и чтобы они у нас были в правильной прожарке. Чтобы была и корочка, и в то же время не такая сухая. Потому что если мы оставим их на все время на сильном таком огне, я боюсь, внутри они останутся чуть сыроваты. Все-таки за счет того, что они большие. А корочка будет слишком пересушена. Чтобы этого не произошло, прямой жар в сторону, непрямой жар. И все это готовим под крышкой. И пока обжаривается мясо, давайте быстро нарежем лук, немного зелени, чтобы все было по-настоящему, все по-классике. Возьмем петрушку. Самое главное, чтобы никуда не улетело сейчас. Добавляем сок лимона. Лимон покатаем немного по доске, чтобы он больше отдал сока. Оливковое масло. Соль, перец. Соль, соль, соль. Соль. Все, отлично. Давайте мы сейчас посмотрим, что там со свининой, потому что я отсюда чувствую этот аромат. Перевернем ее и как раз размешаем. Так. Отлично. Вот это запах. Ну, здесь все хорошо. Здесь нет огня. Здесь ничего не горит. Жар здесь очень-очень хороший за счет большого количества угля. Давайте посмотрим. Ну, пожалуйста. Посмотрите на вот эту корочку, на вот этот цвет, на вот эти полоски. Все это в сочетании с таким классическим ароматом шашлыка. Все, кладем на другую сторону. Я считаю, это очень хорошо. Видите, ничего не прилипает. Стейки спокойно переворачиваются. Закрываем крышку и готовим тоже примерно полторы минуты, полторы-две. Давайте добавим немного свежего тимьяна, буквально пару веточек. Вот, берем и листочки снимаем. Я просто очень люблю свежий тимьян. Я не сказать, что я прям такой большой фанат добавлять его в стейку, но вот каким-то салатом именно сами листочки очень люблю. Перемешиваем. И сейчас мы положим сюда наши горячие стейки из свинины. Естественно, все эти соки, ароматы смешаются. У меня еще, видите, немного нарезанного лаваша. Это будет очень вкусно. Видите, какое преимущество гриля с крышкой? Вне зависимости от погоды, от ветра и еще от каких-то факторов дождя, вы можете спокойно приготовить стейки, ну, даже такие большие, как 2,5-3 сантиметра. То есть на мангале тоже можно это сделать, но в случае барбекю просто немножко удобнее. Открываем гриль. Для этого у нас есть термометр. Мы же всегда с вами готовим по науке, чтобы все-таки стейк был и сочный, и дошел до правильной температуры внутри. Давайте вот на эту камеру, чтобы было заметно. температура внутри сейчас порядка 37 градусов, даже 36. Все-таки свинина у нас должна быть температурой 60-62, чтобы она была правильно приготовлена. Это medium well. Вот, поэтому давайте сдвинем сторону, свинину, как я и говорил в самом начале. Обжарили с двух сторон, убираем в сторону, и пусть она спокойно доходит, то есть от температуры 36, от температуры 36 до температуры 62, я думаю, еще понадобится, наверное, минут 10, вот примерно около того. Ну, будем смотреть, будем смотреть. Друзья, не так много времени осталось до того момента, когда свинина будет готова, поэтому хочу немного щепы добавить. Сейчас мы не будем ее замачивать, мы прям бросим ее так, как она есть. Берем щепу на основе виски, такую солидную горсть, и вот так. Сейчас она, естественно, у нас будет гореть. Мы закрываем крышку, и вот эти последние 10 минут свинина насытится сладким таким, сладковатым ароматом. Вот. Вот уже пошло. Вот, кстати, вот сейчас, я думаю, даже операторы покажут по дыму. Вот смотрите, до этого он был такой белесый-белесый, а сейчас пошел, смотрите, какой густой белый дым. Это все, безусловно, щепа. Видите, она пока не горит, она только тлеет. Чтобы специально мы сейчас закрыли крышку, чтобы у нас кислород не поступал, чтобы не было огня. И сейчас вот этот дым, он просто пропитывает всю свинину вкусом. Как раз вот эти последние минут 10 будут очень ароматные для нашего продукта. Свининка готова. Ох! Ароматы! Смотрите, какой цвет золотистый. Это все благодаря копчению. Когда мы добавили, прямо в последний момент щепу. Вот, смотрите на этот цвет. Сейчас ребята на камере все покажут. Просто взрыв. Ну, видите, как только открыли крышку, щепа как раз сгорела. Что мы делаем дальше? У нас здесь зелень есть вместе с луком, который сделали. Сейчас мы половину берем и как раз располагаем сюда. Половину мы оставим охлажденную, чтобы добавить на лаваш. Ну, а половину вот так. чтобы это все пропиталось ароматами. Абсолютно все. Обжариваем лаваш буквально по 5 секунд. Просто прогреть. Все снимаем. 5 секунд. Мы берем кусочек мяса. Ну, давайте вот этот. С краю лежит и лежит. Смотрим, во-первых, прожарку. Слушайте, ну, идеально готово мясо. Вон, посмотрите. Оно абсолютно внутри хорошо пропеченное. Оно очень сочное. Ну, смотрите, легко режется. Без проблем. Так, давайте возьмем вот эти 4 кусочка. Давайте вот так. Убираем сюда. Измельчаем их еще пополам. Перекладываем сюда. Сюда. Вот кусочек. И начинаем давить. Я думаю, на камере видно, как из него выделяется сок. Очень сочное мясо. Так, перекладываем сюда. Далее мы добавляем немножко зеленушки. Вот так, вместе с луком. И с соком лимона. Потом мы заворачиваем. Оп, оп. И пробуем. Отличная свинина. В сочетании с этим соусом, со свежим хрустящим луком, зеленью. Бомба. Свинина в специях соль, перец, кориандр была безупречна. Но этого следовало ожидать. Классика жанра. Что мы делаем дальше? Мы берем, убираем центральную секцию. Систему GBS. И располагаем здесь вок. Угли в центре, максимальный жар. Теперь мы ждем примерно минут 10, пока вок прогреется. Нальем туда небольшое количество рафинированного оливкового масла. Положим свинину и приготовим ее. И начинаем жарить нашу свининку в ананасиках. Сразу ароматы пошли. И я хочу добавить небольшое количество сахара. Ананас у нас не сказать, что был очень такой спелый. Поэтому небольшое количество сахара нам не повредит. Ребят, прошло уже 20 минут с того момента, как мы поставили тушиться нашу свининку с ананасами. Запах стоит обалденный. И я хочу добавить немного бурбона. Я использовал в последних выпусках, но это не реклама. Видите, я старательно закрываю бутылку. Мне правда интересно попробовать все эти рецепты с добавлением алкоголя. Поэтому давайте здесь вот такое количество. Я думаю, отлично будет сочетаться ананас, свинина и бурбон. Я думаю, сейчас подержим еще минут 6-7. Пусть все-таки спирт у нас испарится. Сейчас останется то, ради чего мы это добавляем. Всякие дубильные там эти вещества. Я уверен, это будет очень вкусно. И уже попробуем ее. О, слушайте, ну отлично. Бурбон наш выпрелся. Во! Отлично как раз начинает перегорать. Самое вкусное. Все наши сахара. Я думаю, надо снимать все. 100% готово. Что мы делаем дальше? Свинина наша готова. Добавляем небольшое количество зеленого лука. Вот и отлично. Я надеюсь, рецепт получился не очень длинный, с свинином в двух вариациях. Но хотелось ее приготовить именно так. Ну что ж, давайте кусочек мяса. Кусочек ананаса, лука. Всего по чуть-чуть. Слушайте, ну отлично приготовилось. Ну, этого следовало ожидать. Все-таки мы готовили ее достаточно долго, чтобы она пропиталась всеми этими ароматами. В общем, пикантную нотку дает бурбон. Как бы алкоголя уже нету, я прекрасно это чувствую. Но такая терпкая сладость остается. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Заходите в гости в мою мясную лавку. Заходите в мой магазин грилей, который я недавно открыл. BBB QQQ. Спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока.